вы в своей жизни что вы сделали хорошего для людей для людей до ну то что для себя вы там например пенсию заработали или зарплату тут я не вижу ничего интересного для людей вы что сделали в своей жизни что вы сделали никакого никакого не глобально философском что вы сделали для людей вас удивляет мой вопрос подобного рода нет нет не удивляет что вы сделали для людей по определенным причинам я имею моральное право вас об этом спрашивать что вы лично сделали для людей здравствуйте здравствуйте как ваша битва не закончилась очень стараемся уже как бы за последний год должны были победить я думаю что мы уже победили согласитесь со мной ну нам новоотсосии уже похоронили правильно или нет или есть уже а это новоотсосии из новоотсосии паспорта то ну понимаете вы не уважаете своего врага поэтому выбрать абсолютно не уважаю это не враг это фигня какая-то вот вы из какого города екатеринбург мы с вами уже раза четыре я понял ну у меня аж память девичья сами понимаете да не скромничать честное слово забыл что вы с екатеринбурга но сейчас уже вспомнил все в порядке уже технический специалист грамотный человек а вывод в какой области специалист ну данный конкретный момент я Я занимаюсь торговлей. Торговлей занимаетесь? Вы считаетесь оккультурным человеком? А так у меня есть техническое образование. Я понял. А в какой области техническое образование? Механика. Механика. А вы считаетесь оккультурным человеком? Ну, я считаю себя, да. В каком году Пушкин родился? В конце 18 века 1790 с чем-то. Девятый? Ну, да. Говорю, в конце 18 века. Никаких проблем, я считаю, нормально. А умер в каком году? Ну, хотя бы приблизительно. 36 лет ему было. Или 35 лет, когда его застрелили. В 837 году. Ну, да. 36, ну, что-то так вот. Нет, абсолютно адекватно, никаких проблем. Вы первый из, наверное, человек 20, кто ответил на этот вопрос. Ну, знаете, советская школа, я думаю, хорошо дала основу знаний. Я понял. Тогда я могу вам ответить, что дело все в том, что если противник ведет себя подло, то это нельзя его уважать за это. Я думаю, что пройдет еще очень много времени, и про ваших военнослужащих будут говорить, что это те, кто снимал с себя знаки отличия. Понимаете меня? Поэтому как их можно уважать, таких существ? Тут один есть нюанс. Да, скажите, пожалуйста. Они не снимали сами. Это было изначально так и задумано. А я прошу прощения, это какие-то существа с других миров с них сняли? Это была подшита такая форма специально. Подшита такая форма? Заранее. Сильно заранее причем. Есть доктрина Герасимова, так называемая. Как человек, воюющий, должны знать о них. Я понял. Это бывший начальник Генштаба. Я обязательно посмотрю. Я просто больше как-то в технике. Честно скажу, посмотрю ради интереса. Это эффективно. Для вас это не морально, но это эффективно. Я понял. Так вот, мы все-таки за то, чтобы военнослужащие не стеснялись своих знаков отличия и не делали вот этой вот подлости. Ну, это моя личная точка зрения. Я абсолютно ее не навязываю, тем более, что от меня ничего не зависит. Среднеевропейский как рыцарь, что у нас украли победу. Не мы проиграли, а у нас украли победу, что по-другому звучит, правильно? Я не согласен с этой точкой зрения. Я не согласен с этой точкой зрения. Я просто считаю, что военнослужащий, страна, Министерство обороны, командование, которое поступает низко, а это низкий поступок. Ну, это моя личная точка зрения. Он уже проиграл. Понимаете, когда вы начинаете оценивать противостояние с противником в категориях морали, вы опять-таки проигрываете. Лучше. Вы знаете, вот представьте себе, вышли боксеры на ринг. Один из них, там, я не знаю, или не боксеры, а какие-то там, ну, я не знаю, спортсмены. И один из них, да, кинул горсть песка в глаза другому. Как вы думаете? Это как? Это эффективно? На аренах Рима это было сплошь и рядом. Вы знаете, за это на самом деле уничтожали. Это было как раз, хотя очень часто поединки были срежиссированы, потому что, чтобы вы знали, потому что очень дорого, да, стоили гладиатор, подготовленный такой суперский гладиатор, стоил очень дорого. Но специальные люди, если они видели вот этот фокус с бросанием песка, то, так сказать, они и делали это. Потому что это сразу лишает зрелищности все это дело. Ну, вы переносите арену Колизея на Донбасс, так получается? Нет, я ничего не переношу, я просто говорю о том, что, так сказать, подлые поступки заведомо ведут к тому, что противника уже после этой подлости уважать нельзя. Вот уничтожать его нужно, учитывать его сильные и слабые стороны нужно, искать способы, как его получше уничтожить необходимо. Но уважать... Но мне это невозможно добиться без уважения к нему, с таким, знаете, с презрением это не получается. Нет, это надо просто знать. Просто если вы знаете, что противник таким образом себя ведет, то это автоматически лишает его уважения. Ну, понимаете, ваша мораль не помогает вам победить. Послушайте, я говорю сейчас свою точку зрения. Это не наши военнослужащие снимали с себя знаки отличия, понимаете меня? Если это разведчик, например, невооруженный, ну, там, условно говоря, там, Штирлиц какой-нибудь. Ну, никаких проблем. Взяли грушников, да, вот, типа вот эти. Каких грушников? Ну, эти там, как он, Афанасьев-то или как он. Ну, эти грушники-то, которые там взяли-то на бассейн. Да, майор, этот самый, как его? Не, майор-то это с грузовиком, он как бы... С грузовиком. А он же был с поддельными документами. Вы знаете, что этот майор Старков был с поддельными документами? Ну, а что он это хотел заработать таким образом, хрен его знает. Ага, угу. То есть, он сам себе напечатал документы? Не ваш газзнак Российской Федерации? При современном развитии полиграфической... Я понял, я понял, я понял, я понял. Мне нравится, так сказать, ваша точка зрения. У него были документы, отпечатанные на российском газзнаке. Я сильно сомневаюсь, что у какого-то майора на газзнаке что-то печатали. У него были документы вот этой вот комбинации из трёх букв. Ну, вот этой вот... Вот этого нового образования, да. Отпечатанные на газзнаке. Да, отпечатанные на российском газзнаке. А как вы это поделили? Там были какие-то нити... А он же попал с этими документами к вам. Так они же у вас должны были остаться. Ну, они остались у нас, разумеется. И вот они отпечатаны на российском газзнаке. А какие у вас гипотезы есть? Он их сам налазит на принтере. Не-не-не, просто вот... Мне просто интересна ваша логика. У меня же задача не спорить, не убедить вас в чём-то. А просто, ну как, не то что попытаться... Ну, может быть, даже степень подлости вашей личного. Как вы думаете, это кто ему напечатал? Он сам на принтере. Ну, вот ваша точка зрения. Нет, если окажется, что документы на печатание в связи на газзнаке, ему явно их выдали. Правильно? Ну, разумеется. Значит, он был человек подневольный, так? Да. Ну, а какие вам к нему претензии тогда? Никаких к нему претензий. У меня претензии к вам. Его поэтому и отпустили, вот и всё. Его обменяли, между прочим. Ну, неважно. А до этого его осудили за ведение агрессивной захватнической войны. От имени вашего государства. А, кстати, почему войну-то не объявили до сих пор? Это же морально объявить войну. Я думаю, да. Да, разумеется. Ну, то есть, ваше государство точно так же ведёт себя морально, как вы обвиняете в этом России. Ещё раз, пожалуйста. Давайте, так сказать, не, скажем так, путать вкусное с зелёным. Ещё раз. Ваше государство ведёт войну вот такими майорами старковыми, с переделанными документами на фамилию Овсянникова. У него фамилия Овсянникова была в документах. Вы уже понимаете, что если один майор старков и там 50 чуваков с Гиркиной могут нагнуть всю украинскую армию, ну, это как-то... Вы знаете, например, вот я недавно посмотрел видео ваших региональных СМИ про похороны десантника вашего. И вы, журналисты... Где это было? Ну, попробую, конечно, включить. Сейчас, одну секундочку. Ну, по-моему, где-то летом в Екатеринбурге хоронили одного добровольца. Да-да-да, не добровольца, а... Нет-нет, именно добровольца. Да, а то в Оренбурге, по-моему, если я не ошибаюсь, но не добровольца, а контрактника. Ну, да. Контрактника российских вооруженных сил. Я понял. Контрактника российских вооруженных сил. Причем, так сказать, в его документах, когда он погиб, было указано, что он погиб в неизвестном месте на учениях в Ростовской области. Все возможно. И никаких... Там корреспонденты пытались у его сослужившихся... Это псковские десантники. Ну, он сам откуда-то с Оренбуржья, если я только не ошибаюсь. А так вообще это воинская часть, псковские десантники. И вот журналисты, ваши журналисты, и вот ваши журналисты попытались узнать у его сослуживцев, что с ним случилось. Людей, которые по всяким вконтактам и так далее его знали. И они наотрез отказались общаться с журналистами. По-моему, сейчас у нас всяким контрактникам и прочим запрещено иметь социальные сети. Тем не менее, я вам рассказываю про попытки проконтактировать ваших журналистов. Ну, значит, эти с его сослуживцы таки не выдали, так сказать, тайну военную. Да, военную тайну, да. Так вот, его комиссариат военный, вот, они сказали, что они, так сказать, не дают комментариев, они не могут сказать, что с ним случилось и так далее. Но он мог погибнуть в Сирии где-нибудь, правильно? В Афганией. Правильно. Но в Сирии ваша сторона открыто ведет свои боевые действия. Пусть даже и всякими вагнеровцами, да и вооруженными силами тоже. А вот у нас... Ну, мне это уже совершенно, так сказать, по крайней мере, открыто там, сколько раз, четыре раза Путин выводил или три раза выводил российских военнослужащих из Сирии, напомните. Ну, он не выводил, он что-то уменьшал до какого-то. А, ну, не выводил, уменьшал. Но они все равно там оставались. Оставались. Ну, видите, значит, открыто же. Да, конечно. По запроглашению законного правительства. Да, да, да. А у нас ваши военнослужащие, это, скажем так, тайна вашего, это подлость вашего государства. Понимаете, наше правительство в этом смысле не дорабатывает. Не дорабатывает. Надо брать лучше, понимаете, создать там Народную Украинскую Республику, признать правительство. Ну, как это советы делали, да, вот. В Финляндии там день, там, в Прибалтике. Вот опыт же есть, накопленный. Нам пользоваться. А в Финляндии, чем это закончилось, не подскажете мне? Ну, в Финляндии ложенулись из-за того, что Ленинградский военно-групп обещал, как Паша Мерседес, выиграть там, условно говоря, двумя дивизиями. То есть, не получилось. Я понял. А на Донбассе ваше командование за сколько планировало закончить боевые действия? Слушайте, я не имею думать, что вы не имеете. А как вы думаете, они рассчитывали на такую затяжную войну, что Рашка завязнет в этой войне? Да, они, по-моему, вообще не рассчитывали туда как-то капитально власть. Ну, влезли же. Ну, что они там влезли? Завязали. В Крыму это влезли, это видно, там, вертолеты, там, зеленые человечки на машинах, БТС. А, там не зеленые человечки. Как в Крыму там такого не было. Не зеленые человечки. На Донбассе не было зеленых человечков. Как в Крыму там такого не было. Как в Крыму. Это потому что сопротивление началось уже наше. Вот это вы понимаете. Вот это вы понимаете. Вы не понимаете ни границ признанных. Это ваше личное дело. Могу показать просто лучше. Советского образца. Советского образца. Да, вот это вы понимаете. К счастью, вы уже не способны на воспроизводство таких устройств. Я думаю, что это уже наше дело. Я говорю с счастью. У вас уже чисто нет. Я думаю, что при похоронах очередного их там нет. Так сказать, в том числе уничтоженного с помощью достаточно новых наших противотанковых ракетных комплексов. Стугна, например. Ну это какой-то переделанный там советский. Переделанный советский. Ну слушайте, у вас же никогда не было ни школы ПТРК, ни школы управления. Да у нас вообще же ничего не было. Почему? Было кое-что. А, было. А сейчас уже все. Была хорошая школа ракетостроения жидкостных ракет. Была хорошая школа транспортной авиации. А сейчас этого тоже нет. А, например, там танковые пушки вы делать не умели. Стволы его делать не умели. Еще там куча вещей, которые вы просто не делали. ПВО-системы вы делать не умели. Это у вас в Екатеринбурге там есть. Которое, оно единственное занималось на весь СССР этими алгоритмами наведения и прочее. То есть, ну... Самое же главное сейчас техники, вы же как человек понимающий, должны знать, что это не самое железо, а алгоритмы работы. Правильно. И специалисты, которые этим занимаются. И школа, и наработки. И школа, и наработки. Совершенно верно. Вот именно поэтому у нас сейчас Южмаш в три смены трудится. Нужна ракета на Москву. Сейчас это называется комплекс ГРОМ. Так там это... У них, по-моему, только делали первую ступень. Система разведения российского оборота. Уже готова ракета. Твердотопливная с дальностью 1200 километров. Твердотопливная ракета Южмаш не делал слово. Вот они сейчас сделали твердотопливную ракету ГРОМ в экспортном варианте. Она 400 километров. Первого, так сказать, образца для нас 500 километров. И 1200 в модифицированном варианте. Что вы так вздыхаете. Я представляю, как она рванет. Я вспомнил анекдот. Если Микола у нас так, то что же у москалей? Вот я это и представляю себе. У вас как бы не было ни научной школы... Вы можете мне сказать хотя бы одно фундаментальное научное открытие с момента 91-го года, сделанное на России? Попробуйте. Что вы понимаете? Вы прекрасно понимаете, о чём я говорю. Хотя бы одно фундаментальное открытие. Ну, графен, например. Графен – это что? Россия, российская разработка. Значит, это здесь было. Графен – это российская разработка. Ну, почитайте, что это такое. Я понимаю, о чём вы говорите. Начали этот товарищ, он, кстати, из Свердловской области тоже. Начал разрабатывать черноголовки ещё. Потом его пригласили в Англию, и там он это дело закончил. Закончил. То есть вы считаете, что это российская разработка? Ну, сам автор открытия считает, что это мировая разработка. Да-да-да. Ещё? Не английская, не американская, не российская, она мировая. Мировая. Российскую разработку вы можете... А, Новосёлов. Подождите, подождите. Новосёлов, я знаю. Он там скотчем разделял графит на слои. Ну, вот видите, как догадался. Я слышал про это. А российскую разработку? Российское открытие фундаментальное в науке? Ну, там Перельман что-то решил в математике, например, этот питерский, который, товарищ, от премии отказался. Или от премии Перельмана. Ну, понимаете, как вы говорите. Я понимаю, о чём вы говорите. Да-да-да. Григорий Перельман. Да-да-да. А российское фундаментальное открытие в науке? Ну, вы говорите, что мне фундамент... Это математика, по-моему, фундамент всей науки. Это что-нибудь, ну, хотя бы что-нибудь. Новосёлов, Перельман. Ну, 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 пожалуйста. Вы видите, в какой жопе вы находитесь? Россиянская наука. Вы задумались. Представьте себе, что я общаюсь с человеком, например, из Соединённых Штатов, из Японии, из Германии. Вы представляете, сколько он бы мне всего назвал? Но американец бы назвал. Американец бы назвал. Половина фамилии была бы китайские, российские, там, европейские и прочее. Да, разумеется. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Разумеется. Именно потому, что Королёв в своё время не мог послать эту страну нафиг и уехать куда-нибудь, где бы его не били бы следователи, где он не пугался бы своей охраной. Он до конца своих дней комплексовал и переживал по поводу охраны, которая у него была. Как у человека засекреченного, как у главного конструктора. У него были охранники. Да, это было такое. И он их пугался. Он говорил, они сейчас меня охраняют, а завтра, он говорит, выплюнет окурок и скажет, руки за спину. Ну, человека был комплекс после лагеря. Комплекс после лагеря. Так вот, Королёв не мог уехать, свалить из вашей земли нахрен. А он хотел. А у него что, была такая возможность? Ну, а мне об этом говорим. Он хотел уехать. Я говорю, что у него не было такой возможности. А, он вот это пугался охранников и думал, боже мой, как классно вообще мне здесь. Не, он просто родину любил больше, чем ненавидел там. Я так думаю. Моя личная жизнь. Я понял. Да, прикольно. Ну, это называется... А чем вы можете похвастаться? Это может... Мы ничем не можем похвастаться. Это называется, знаете, как синдром... Чем вы лучше нас? Мы ничем не лучше, мы очень хотим, так сказать, стать лучше, чем вы. Вот вы в своей жизни... Лучше вы не станете, другими станете. Обязательно. Только не вот этой вот клоакой. Вот вы в своей жизни, что вы сделали хорошего для людей? Для людей? Да. Ну, то, что для себя вы там, например, пенсию заработали или зарплату. Тут я не вижу ничего интересного. Для людей вы что сделали? В своей жизни что вы сделали для людей? Ну, в глобально-философском смысле... Никакому не глобальному философскому. Что вы сделали для людей? Вас удивляет мой вопрос подобного рода? Нет, нет, не удивляет. Что вы сделали для людей? По определенным причинам я имею моральное право вас об этом спрашивать. Что вы лично сделали для людей? Ну, давайте уточним... Для людей своей страны, например. А, своей страны. Ну, я к примеру говорю. Ну, не для американцев же. Ну, почему они что, не люди? А, не люди... Ну, я не буду тогда вас в рамки загонять. Они что? Они что? Они что? Я аж не против. Мало ли, может, это, я не знаю, там, секретно что-то. Если бы для американцев что-то сделали, может, вас как-то привлекли бы к ответственности, там, как врага России. Ну, я так, чисто теоретически. Хорошо. Я не сделал ничего плохого. Ничего вы не сделали плохого. Это Стас Белковский в свое время говорил, что он достоин Нобелевской премии. Знаете, за что? За то, что не сделал ничего плохого? Нет. За то, что он, его родители пытались устроить в мединститут. И чтобы он стал врачом, если я не ошибаюсь, хирургом. А, никого не зарезал. А он ушел с первого курса и этим спас очень большое количество жизни людей. Он требовал для себя Нобелевской премии за это. Узнаете. Мне это очень интересно. Лауреатов, я думаю, на земле очень много. Еще раз, пожалуйста. Я говорю, таких лауреатов, наверное, на земле очень много. Это да. Гораздо больше, чем хотелось бы. Я вам приведу еще один пример. Один греческий, скажем так, человек, он писал стихи. И вот одного тоже греческого философа, вот честно вылетело из головы. Кого? Спросили, зачем ты хвалишь его стихи? Он говорит, пусть лучше стихи плохие пишет, чем, например, станет грабителем. Ну, это вот, да. Я чувствую, так сказать, вам... Понимаете, Венская академия художеств времени, того времени не отличалась от мудрости, как у вас. Вся история зерная могла пойти по другому пути. Ну, вы понимаете, о ком я говорю, да? Да, а вам есть что-то, так сказать, чем гордиться в своей жизни? Только подлыми военнослужащими вашими вы гордитесь. Я не горжусь, я признаю это. А, вы признаете эффективность. Да. Я понимаю. И у вас не рождается чувство отторжения от этого? Нет, абсолютно. Во-во-во, вот это вот мне достаточно. В принципе, у меня больше нет вопросов. Нехай щас тыть.